наша планета удивительное место но есть ее части которые никто никогда не видел где они внутри земли никто никогда не был в центре земли даже близко поэтому давайте копнем глубже и узнаем больше о строении земли наша планета возникла из газа пылевого облака примерно 4 с половиной миллиарда лет назад и в то время была очень горячей со временем внешний слой остыл образовались океаны и континенты но внутри было по-прежнему горячо образовалось четыре основных слоя земли земная кора мантия внешнее ядро и внутреннее ядро эти слои различаются как физически так и химически самый внешний слой нашей планеты это земная кора это слой на котором находится все вокруг нас он включает в себя континентальную кору на которой мы живем а также океаническую кору дно морей и океанов земная кора состоит из твердых пород в основном из базальта и гранита этот слой также является самым тонким но его толщина различается например континентальная кора имеет толщину около 30 километров под океанами кора намного тоньше и может составлять всего пять километров а самая толстая часть земной коры находится под горными хребтами например под гималаями она составляет около 70 километров земная кора разбита на большие куски как гигантский пазл они известны как тектонические плиты они находятся в постоянном движении это движение заставляет плиты сталкиваться создавая горы наползать друг на друга вызывая извержение вулканов или тереться друг от друга вызывая землетрясения тектонические плиты плавают на слое который называется мантия это самый толстый слой из всех слоев земли его толщина составляет около 2900 километров невероятно мантия составляет 83 процента всего объема земли в отличие от коры мантия земли не является полностью твердой жар внутри земли не дает твердым породам полностью затвердеть поэтому этот слой немного похож на горячий пластилин который может растягиваться и двигаться третий слой это внешнее ядро его толщина составляет примерно 2200 километров она настолько горячая что железо и никель из которых состоит ядро становятся жидкими и и наконец мы достигли четвертого слоя внутреннего ядра это самый центр земли он представляет собой огромный металлический шар он сверх горячий температура здесь доходит до 6000 градусов по цельсию это также горячо как на поверхности солнца как и внешнее оно состоит из железа и никеля однако внутреннее ядро находится под огромным давлением что даже при такой жаре внутреннее ядро остается твердым ядро очень важно для земли поскольку оно создает нечто называемое магнитным полем магнитное поле выходит в космос и создает защитный барьер вокруг земли который защищает нас от разрушительного солнечного ветра и солнечной радиации рассмотрев основные слои земли можно сказать что по строению наша планета похоже на вареное яйцо земная кора похожа на скорлупу мантия на яичный белок а ядро на желток земная кора это единственный слой земли который можно исследовать путем бурения фактически самая большая глубина которую когда-либо пробурили люди составляет чуть более 12 километров и даже на это ушло 20 лет но все равно это самая глубокая скважина всего лишь крошечная царапина на планете остальные слои лично никто никогда не исследовал тогда как ученые узнают что находится в центре земли если там никого не было оказывается ученые изучают как сейсмические волны создаваемые землетрясениями проходят через землю и меняются сталкиваясь со слоями разной плотности используя эту информацию ученые могут многое рассказать о внутренней структуре земли тем не менее все еще предстоит разгадать великие загадки касающиеся внутреннего устройства нашей планеты теперь вы многое знаете о слоях земли подключайтесь в следующий раз чтобы узнать больше других интересных фактов до свидания